Четыре машины, 17 дней, 6 тысяч километров. Жители Большой Земли планируют покорить крайний север на автомобилях. В конце января из Санкт-Петербурга стартует экспедиция «Бросок в Заполярье». И участники проедут по Зимнику, посетят Нарьенмар и отправятся на Варандей. В составе группы 13 человек. Участники экспедиции планируют исследовать достопримечательности Ненецкого округа, познакомиться с природой региона и культурой местных жителей. В путь с собой путешественники планируют взять только самые необходимые – продукты питания, теплые вещи и видеокамеры. Итогом необычного путешествия станет полнометражный документальный фильм «Регион 83. Путевые заметки». На своем примере ребята собираются показать. Регионы России даже с самыми суровыми климатическими условиями доступны каждому. Заполярные земли крайне интересны и не менее притягательны, чем зарубежье. Мы пытаемся доехать на машинах. У нас четыре самых обыкновенных автомобиля. Мы пытаемся доказать, что доехать туда можно на совершенно обычной машине, как мы ее не готовы особенно. Фильм будет по итогам поездки о жизни на севере, о том, как люди справляются с тяжелыми условиями, о нефтедобыче, естественно, о жизни коренного населения, ну и, конечно, о быте. Ну, на самом деле, мы ведем уже блок «Бросок на восток», где рассказываем о красотах России, вообще о том, что в нашей стране есть много классных, красивых мест, которые стоит посетить, и которые, в общем-то, может посетить любой человек. Для участников экспедиции эта поездка не первая. Два года назад таким же образом они проехали на неподготовленном автомобиле по маршруту Санкт-Петербург-Сахалин-Москва. Тогда путешественники за 80 дней преодолели более 30 тысяч километров. Увиденное на своем пути географы выкладывали в социальные сети. Продолжение следует...